Ты еще не играешь на Амазинг РП? Ты многое теряешь, например, то, что ты можешь вступить в мою семью Блэк на сервере Йеллоу. И для правильного старта в Амазинг Ролли Плей ты должен ввести мой промокод ДОЛЕР, по которому сможешь получить до 450 тысяч рублей, на которые сможешь приобрести себе квартиру, машину, а также модный скин. Хватит скучать на нудных проектах, залетай в Амазинг. Все ссылки будут в описании. Йоу! Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алира Балек. Сегодня мы играем на Амазинг РП на сервере Йеллоу. И знаете, дорогие друзья, я тут стал немножечко нищебродом. Да, посмотрите, у меня всего лишь полтора миллиона денег. А где-то надо поработать. Дальнобой мне не понравился, развоз тоже, рыбалка мне, честно говоря, уже надоела. И тут я вспомнил про такси. Я же не делал обзор на такси, ну и плюс ко всему мне надо заработать немного деньжат. Поэтому сегодня, дорогие друзья, я поеду работать таксистом на вот этой вот замечательной Ауди Р8, которая уже много где у меня фигурировала. И для такси, по моему мнению, эта машина подойдет просто безупречно, потому что она быстрая, юркая, она полноприводная, в повороты залетает идеально вообще. Поэтому, дорогие друзья, сейчас мы с вами поедем устраиваться в такси, посмотрим, что это за работа такая. Я ни разу, если честно, таксистом не работал, поэтому понятия не имею, что там происходит. Там есть свои приколы, я уверен. Я вам потом объясню вообще самый главный замысел такси на своей машине. Всем приятного просмотра. Погнали! Объясняю основную тему, дорогие друзья. Чтобы устроиться в такси, вам надо ехать в компанию. Вот на данный момент я еду в компанию Uber. Я еще не знаю, смогу ли я вообще работать там на своей машине. Там, короче, весь замысел в том, что когда вы набираете слэш GPS, я вам сейчас это продемонстрирую, вы набираете GPS, нажимаете работы, и такси здесь нет. Поэтому многие могут подумать, что такси, в принципе, в Амазинге не существует. Нет, дорогие друзья. Возвращаемся обратно, нажимаем компанию и видим с вами таксопарк Яндекс.Такси, либо таксопарк Uber. Я выбрал Uber, не знаю почему, просто нравится. Поэтому едем с вами в Uber, дорогие друзья. Итак, вот таким вот образом выглядит компания Uber. Вот такое вот маленькое, на самом деле, невзрачное здание. Останавливаемся и бежим внутрь. Так, видим с вами какую-то иконочку. Итак, что же мы видим, дорогие друзья? Владелец Умар Шейхов, заместители отсутствуют. Бренд Uber, водителей 1 из 70. Ну, это, на самом деле, легко объясняемо, потому что сейчас раннее утро в Амазинге. Как вы можете наблюдать, у меня 12.53, а на сервере-то далеко не 12, на сервере 9.53. Автопринятие активно. Автопринятие, насколько я понимаю, это без собеседования. Могу вступить в эту компанию. Банк? Ну, это неинтересно. Давайте устроимся. Итак, приветствуем вас в таксопарке Uber. Здесь вы сможете устроиться на работу таксистом и заработать себе денег. Первое, устройтесь на работу таксистом. Второе, устройтесь в таксопарк. Автоматическое принятие в таксопарк доступно. Третье, возьмите контракт на доставку или на перевозку клиента с лэшджоп. За каждую доставку посылки или клиента вы будете получать ЗП. Чем выше ваш навык работы, тем прибыльнее будут перевозки. Я на это полностью согласен, я доверяю. Вы устроились на работу таксистом, вы автоматически были приняты в таксопарк Uber. Используйте слэшджоп для работы. Давайте посмотрим, что же там в слэшджоп вообще происходит. Ой-ой-ой, а что так много всего? Активные вызовы. Нет. Так, автопарк. Давайте посмотрим, какие же машины нам доступны. Beha 7, Infiniti Q50 и Toyota Camry. Ну, честно говоря, конечно, достаточно скудный набор автомобилей. Я не знаю, смогу ли я работать на своей машине. Мне реально интересно. Поэтому давайте быстренько пробежим к моей. Ничего абсолютно не поменялось. Давайте присядем внутрь. А, вот все. Двенадцатый пункт, дорогие друзья, в меню таксиста. Начать таксовать на личном транспорте. Так, отлично. Вы начали работать таксистом на своем личном транспорте. Чтобы завершить работу и так далее. Понятно. Давайте возьмем, наверное, какую-то все-таки доставку. Потому что активных вызовов на данный момент нет. Нет, смотрим доставку. Один и два километра, цена заказа шесть тысяч. Это вообще приятно. Вот такая вот сверху у меня появилась огромная шашка Uber. Ну, выглядит прикольно, зацените. Короче, дорогие друзья, давайте я вам объясню, в чем все-таки прикол такси. Чтобы вы понимали, такси есть смысл. Правда. Вот когда вы катаетесь, вы катаетесь просто так на своей машине. Вам приятно, вам нравится своя машина. Но будучи таксистом на своей машине, вы при этом еще и зарабатываете деньги. Вот я на самом деле на вот этой Audi катаюсь постоянно. Я катаюсь только на ней. Вы можете это посмотреть по пробегу. Уже две тысячи пробега практически. Это с условием того, что я не часто бываю в игре. Я постоянно катаюсь на этой Audi, потому что она мне реально, правда, искренне нравится. И это такси на самом деле подарок судьбы. Потому что я залетаю на своей машине. Я беру доставку. Мне не обязательно искать человека. Я просто взял доставку, как сейчас. Час раннее утро. Посмотрите, какой онлайн. 128 человек. Я всегда рано просыпаюсь. Я всегда рано захожу в игру. И тут такой подарок. Взял доставку и погнал. Ну это ли несчастье, дорогие друзья? Поэтому сейчас давайте засекем ровно час. Давайте вот ровно с 13.00. Я буду таксовать. И мы посмотрим, сколько же я заработать смогу деньжат. Заплатили 6,5 тысяч рублей. Прибыль компании 729 рублей. Ну неплохо, неплохо. И чтобы вы понимали, дорогие друзья, в чем прикол компании. Компания вам предоставляет именно автопарк. То есть, если у вас нет своего личного транспорта, вы берете машину и кайфуете. Вот и все. Единственный косяк, который мне не нравится, это когда GPS не устанавливает метку. И мне непонятно, куда ехать на самом деле. Вот куда мне сейчас ехать, я понятия не имею. А теперь представьте тех людей, которые катаются на Широнах, на всяких Феррари. Вот жалко, когда у меня была Феррари. Я не устроился в такси, потому что Феррари это самая быстрая машина вообще из любого автосалона. Вот взять все салоны Амазинга, Феррари самая быстрая. И вы представляете, с какой скоростью можно было бы доставлять. Жалко, что не пишут, какой заказ я у них взял. Было бы интересно на самом деле. Например, я там взял курицу, отвез или еще что-то. Сигареты. Не важно. Это было бы интереснее на самом деле. Ну что, дорогие друзья, я думаю, можно начинать работать уже целый час таксистом. Давайте запомним, сколько у меня денег. 1 миллион 560 тысяч. Ровно в 14.03 я завершаю. Конечно же, будут какие-то вставки за все это время, поэтому не пропускайте. По-любому будет что-то интересное. Погнали. Ну короче, если быть честными, дорогие друзья, сложно назвать эту работу работой таксиста, потому что это больше похоже на работу курьера. То есть именно эта половина этой работы, можно ее назвать курьерской работой. И вот так вот, знаете, когда вы с друзьями залетаете в Дискорд, когда вам нечего делать и вам хочется просто покататься, вы берете свою машину, устраиваетесь на ней в такси и просто кайфуете. Я не знал, честно, что так прикольно в такси. Мне реально нравится. Единственное, что мне не нравится, что надо вот так выходить с машины, чтобы забрать заказ. Да, конечно, особенно вот тут в Эдово можно прям дать разгуляться машине, правда, потому что тут нет светофоров, тут нет радаров, тут нет ничего вообще. Тут только дальнобойщики и таксисты реально рулят в этом городке. Я что, закладку привез? Почему у вас и дерево? Блин, пацаны, мне очень нравится, вы не представляете, я реально кайфую на этой тачке. На этой тачке в такси, такси это реально, вот такси я походу реально могу поставить на уровень с рыбалкой, но такси это реально кайф тебе. Будет очень удачно, если все точки будут постоянно в Эдово. Да, это когда-нибудь надоест, но тут нет радаров, светофоров и так далее. Единственный косяк, который мне не нравится, когда в спокойном режиме ты едешь вот так, и вот эта огромная плашка Uber, она мешает, то есть не видно дорогу. Офигеть, вы видели где доставка? На кране. Нормальная история? Ха-ха-ха, доставка на кране. Я такое реально впервые вижу, еще ни разу не попадалась такая доставка. Да, ну это очень классная, конечно, доставка. Ну, короче, вот так вот происходит, дорогие друзья, походу минусанулся интернет, но это печально, это печально. Все, дорогие друзья, продолжаем с вами работать таксистом, я перезашел, интернет включился, все нормально, все отлично. Походу делаю я свою последнюю доставку, потому что уже 14.02, практически сейчас мы возьмем последний наш заказ, довезем его и уже поговорим об итогах, сколько заработали и в чем прикол. Теперь давайте поговорим, в чем прикол такси, сколько я заработал, прошел ровно час. Вы сами все видели, у меня выключался интернет, я терял где-то время, но тем не менее, у меня было 1 миллион 560 тысяч вертов, сейчас у меня 1 миллион 731 тысяча. И таким образом я заработал 170 тысяч примерно. Что можно сказать, в принципе, про такси? Честно, вот честно, вы сами знаете, я никогда не вру, мне это незачем, мне такси понравилось. И я теперь, походу, буду реально очень часто таксовать. Какие минусы? Минусы, то, что GPS сам не настраивается, то есть постоянно приходится при выборе заказа самому куда-то устанавливать там GPS, это не всегда прикольно, это постоянно один убрал, другое место поставил, это неудобно. Второй минус, это то, что заказы иногда находятся на втором этаже и так далее, в недоступных местах, куда надо вылазить из машины, бежать, это все забирать, садиться, ехать. Мне на самом деле это не особо прикольно, я все-таки таксист, я водитель, я хочу просто подъехать и уехать, в этом прикол, мне кажется, заключается. Третий минус, это то, что изнашивается машина, на самом деле очень сильно изнашивается, вы видите, я уже намотал примерно 300 пробега, ну ничего страшного, как бы я на этом и заработал на самом деле. Но это не минус работы, так как машину можно взять в таксопарке, но там машины беспонтовые, поэтому я катался на своей, мне на своей как-то привычнее, удобнее и она мне в целом нравится. Из плюсов это нормальные реально заказы, посмотрите мой скилл, дорогие друзья, у меня первый скилл таксиста, 18 из 20, я не успел там доставить, какое-то количество доставок, но тем не менее, дорогие друзья, на первом скилле заработать за час 170 тысяч рублей, я считаю, что это реально достойно. Я не останавливался, я туда-сюда просто летал, поэтому Эдова, по Арзамасу и так далее. Поэтому мне работа таксиста очень понравилась, рекомендую ли я устраиваться в такси, конечно, конечно, дорогие друзья. Я на данный момент из всех тех работ, что я обозрел на своем канале, могу выделить только две, рыбалка и такси. Такси и рыбалку я ставлю на один уровень, потому что это реально кайфовые работы. По заработку они, конечно, немножечко различаются, даже немножечко, а примерно на 100%. У них различия по деньгам, по заработку, но тем не менее, такси это классно, всем рекомендую устроиться в такси. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк обязательно, если вы хотите какие-то ролики по такси, пишите обязательно в комментарии. Может вам интересны какие-то РП ситуации с таксишками, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok